Сегодня в Рогачеве особистый прием грамадян провела начальник Головного и Дологичного управления администрации президента Республики Беларусь Вольга Шпилевская. Она выслухала звороты шести же хоро-райцентра. Усе пытания разглядались с отделом запрошенных отказных особ. Подробностей в сюжете Евгений Кухаронак. Пенсионерка Татьяна Станкевич завертается со своей проблемой в першиню. Женщина с 1994 года состоится в садовом товаристве Добрыца. Она включает больше за 600 уладальников приватных участков. На проконце 90-х им обещали провести водопровод. Однако пытание и сегодня застается открытым. С этой нагоды Татьяна Яковлевна не бачит подстав, по яких она должна платить кооперативные взносы. По ее словах, в товаристве не оказываются належным чином продоглеженные послуги. Визит завершается доручением местовым уладам, растлумавшись, на какие потребы идут кооперативные взносы. Я довольна тем, что я высказала свою проблему. Я думаю, что может хоть что-то изменится. Большинство граждан, которые пришли на прием, звернулись со справами, которые долгий час не находят промального для заявников выращения. Пожадание людей просто суперочить закону. Однако, заступать они на меру не могут. Для пошуку выйти из ситуации, Вольха Шпилевская берет некоторые справы на особистый контроль. То, что можно решить быстро, то, что можно решить оперативно, это все решается. Таких проблем нет. Есть проблема долгоиграющая. А что такое долгоиграющая проблема? Долгоиграющая проблема – это тоже недоработка местной власти в какой-то определенный момент. То есть есть какие-то проблемы, вот как сегодня пришла женщина, у которой проблема с тем, что ей выделили три сотки вместо положенных шести. Женщине 80 лет. Понятно, что есть закон, понятно, что мы действуем всегда по закону. Но, как говорит глава государства, помимо закона есть еще и человеческое отношение, справедливое, честное отношение к людям. И поэтому иногда нужно просто человеку объяснить, взять его за руку, провести по всем инстанциям, по которым он должен пройти, и объяснить, почему именно так и никак по другому.